Помните, что я сказал буквально пару лотов назад, что аукцион такого уровня, что сейчас надо прямо у тех, кто хочет минимальными количествами работ закрыть для себя какую-то мини-коллекцию, создать. Мы прямо сейчас идем по варианту эталонной работы топовых имен. Одно из таких имен, конечно, Владимир Яковлев. Экспертиза. Обязательно. Абсолютно классический красный цветок. 1974 год. То есть в коллекции нонконформистов не иметь несколько работ Яковлева, ну это странно. Это не коллекция. Почему несколько? Ну потому что, во-первых, с чего надо начать? Обязательно иметь цветок. Обязательно. Классика жанра. Абсолютная. И в нашем случае вот эталонный цветок Яковлева. Потом. Ну, такие страшненькие портреты. Ну, до них когда-нибудь дойдем. Про это поговорим. Тем не менее, если нужна одна работа, классическая в своей коллекции, вот она перед вами. Чем удивителен феномен Владимира Яковлева? С одной стороны. Относительная простота. Очень многие, которые, кто видят в первый раз, вырываются. Ну, это какая-то вот простая история. Дети в детском саду рисуют примерно такие же рисунки, и ничего сложного здесь нет. Так и не так. При всей своей относительной, относительной, подчеркиваю, простоте, потому что на самом деле картины, конечно, заряжены. Какой-то вот такой вот странный внутренний нерв, который при всей, с одной стороны, очевидной хрупкостью, очевидной ранимостью, нежностью в каком-то смысле, обладают вот какой-то внутренней силой энергии. Большинство, кстати говоря, кстати говоря, раз мы это коснулись, вообще оцениваем художников по им работам как раз по наличию или отсутствию в них вот этой энергетики, которую ты либо чувствуешь, либо нет. Это абсолютно железное правило. Особенно, когда вы видите много, насмотренность, да, какая-то уже определенная есть там, в световом, во всех остальных, ты просто чувствуешь эту работу. И ровно это нас и заставляет становиться коллекционерами и получать от этого всего безусловное удовольствие. Итак, цветы Яковлева подкупали своей искренностью и трогательностью. За это их и любили врачи, конструкторы, артисты, та самая творческая, творческая интеллигенция и научная советского времени. При всем при том, Яковлев человек сложной судьбы, очень сложной судьбы, физически, вот во всем. Но здесь мы сейчас обратим внимание с вами на экспертизу. Обязательно. Обязательно. На его умение рассматривать картины других. Смотрите, приведу в пример текст Янкелевского. То есть, Владимир Яковлев обладал потрясающим талантом зрителя. Вспоминал Янкелевский. Как Яковлев осматривал его по липтихе. Огромную работу он разглядывал в упор, почти прижавшись носом. И после этого рассказывал свою трактовку, глубоко поразившую автору. Так что здесь все интересно. Друзья мои, окунаемся в этот мир. Погружаемся. Изучаем. Смотрим на этих людей. На их фотографии. На их биографии. Одно удовольствие. Давайте. Кому-то повезет. А мы едем дальше. КОНЕЦ